Первая конференция 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 для наших артистов в этом важном социальном вопросе. Мы верим, что сегодня мы сможем нащупать какие-то пути и методики, задействовать которые мы сумеем облегчить жизнь работников цирка, как вышедших уже на пенсию, так и готовишься к ней, так и тех, чья творческая карьера только начинается. Разрешите от вашего имени поблагодарить Иоланту Юрьевну Саркисян и Григория Андреевича Островского за то усердие и деятельность, ради которой мы сегодня собрались. Спасибо большое. Ну и чтобы задать верный настрой нашей сегодняшней встречи, я прошу вас набраться немножко терпения и посмотреть небольшой фильм, являющийся, на мой взгляд, камертоном нашего сегодняшнего разговора. Мы очень часто являемся просто поставщиком кадров в мир. На протяжении многих лет наши учреждения, это и опера, и балет, естественно, и цирк, воспитываем за государственный счет очень сильные кадры, а потом по трудовому законодательству в течение двух недель должны просто-напросто подписывать документы об увольнении, и эти люди очень часто сразу же уезжают в другие учреждения, в данном случае канадцы перекупают наших с вами соотечественников, другие учреждения мировой культуры, которые видят, насколько хорошо мы умеем воспитывать молодежь. Ну, вечно держать невозможно, у нас таки свободное государство, если человек хочет куда-то уехать, заняться другими видами деятельности, он не... мы живем не в рабовладенческом строе, и даже не в советском, где нужно было, и всех держали. Но нужно создавать условия, стремиться создать условия, чтобы люди были заинтересованы работать там, где они живут. В разных уголках нашей планеты располагаются сотни цирков. Все они разные. Некоторые из них расположены в каменных зданиях и постоянно работают на одном и том же месте с годом в год. Другие располагаются в передвижных брезентовых палатках и ездят в поисках зрителя в разные части своих стран и континентов. В одних цирках работают с дрессированными животными, а в других категорически не допускают животных к работе в манеже. Впрочем, есть одна вещь, которая объединяет все цирки мира и цирковое искусство приносит постоянно ему свои жертвы, это травмы артистов. Травмы. Это бич, который сопутствует цирковому искусству на протяжении всей истории его существования. Увы. Но даже внимательное отношение к трюковой части номера, бдительное отношение к дрессированным животным не спасают артиста от нештатных ситуаций. Психологически в полной мере приготовиться к броску льва, обрыву троса, к поломке несущей конструкции нельзя. Поэтому артист никогда не может в полной мере противостоять внезапной опасности. Не удается сгруппироваться, чтобы смягчить удар или отскочить в сторону от падающего перша или порванного троса. Все знания, как должен вести себя артист во внештатной ситуации, как правило, не успевают активироваться и принести пользу. Только инстинкты, находящиеся в мышечной памяти, срабатывают на подсознательном уровне, зачастую усугубляя и без того опасную ситуацию. Продолжение следует... Продолжение следует... Тем не менее, травма сама по себе – это еще не трагедия. Это только ее начало. Гибель артиста в итоге манежной травмы – это трагедия. Но трагедия, длящаяся короткий отрезок времени и оставляющая после себя горькие воспоминания и фотографии в семейном альбоме. Куда хуже, когда артист выживает и превращается в ниде способного инвалида. Вот здесь-то и начинаются настоящие проблемы. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил 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 субтитры создавал DimaTorzok что травматизм – это бич циркового искусства, да, и я хочу заострить наше внимание на том, что мы как бы разделяем травматизм на три группы, да, такие основные. Это в первой группе мы относим те травмы, которые артисты получают по своей вине, по своей, так сказать, невнимательности, по своей беспечности. Такое, к сожалению, тоже часто случается. К второй группе мы относим те травмы, которые, как известно, бывают по вине работодателя, там складные нити, там неправильно рассчитанные троса и так далее, и так далее. Ну и третья группа – это вот такие непредсказуемые травмы, да, когда там какая-то раковина в металле, неправильно проваренный шов и так далее, и так далее. Вот. Все эти травмы и классификация – это, конечно, весьма условное странное дело. Важно понимать, что в любом случае, если в цирке произошла травма, то какой болёк или тяжелый она ни была, за ней все доставят люди. И что очень печально, люди ставят по обе стороны трагедии, да. Мы знаем, что немало случаев, когда в результате травмы артиста он получает инвалидность, а в это время инспектор Манежа получает срок. Вот. Словно, неусловно, сейчас бы даже неважно, и, как ни парадоксально, не всегда инспектор Манежа виноват, и не всегда виноват артист. Вот такое стечение обстоятельств, да. Вот. Мы можем долго говорить на эту тему, но вот в любом случае цирковая травма – это, конечно, глубокая трагедия, которая оставляет, как уже было сказано в фильме, след на долгие-долгие годы и тянет за собой массу проблем социального характера, экономического и прочего, да. Вот. И на самом деле, как бы ни была важна природа этих травм, получаемых артистом Манежа, сегодня мы собрались поговорить о том, что не сколько даже самой природы травм, а как можно предупредить их, да. Поскольку, в принципе, в системе эта цирка существует специальная служба, занимающаяся этим вопросом и ведущая практическую работу в направлении снижения травматизма. Наш разговор сегодняшний, как я понимаю, я думаю, к конструкции в первую очередь двух важных вещей, связанных с травматизмом. Первое – это ответственность, причем важно обсудить все формы ответственности, возникающие в связи с получением травмы. И ответственность самого травмирована артиста, его работодателя и циркового сообщества. Но что особенно важно, так это довести первую степень ответственности, меру риска цирковой профессии до молодых начинающих артистов, да, чтобы они понимали, какой профессии они собираются посвятить свою жизнь, да. Мы, конечно, не можем решить механизм вот это, так сказать, их понимания, да. Но очень важно достучаться, чтобы вот этот романтический флёр, когда ребята поступают там в УЦИ, да, он был подкреплён какими-то серьёзными знаниями, да. В седьмой статье нашей институции говорится буквально следующее. Первое – Российская Федерация – социальное государство, политика которого направлена на создание условия, обеспечивающие достойную жизнь и свободное развитие человека. Второе – в Российской Федерации храняется труд и здоровье людей, устанавливается гарантированный минимальный размер оплаты труда, обеспечивается государственной поддержкой семьи, материнства, отцовства и детства, инвалидов и пожилых граждан. Развивается система социальных служб, устанавливаются государственные пенсии, пособия и иные гарантии социальной защиты. Не буду забегать вперёд насчёт пенсии, да, но вот многие из тех, кто сидит сегодня в зале, да, они прошли через весь вот этот ад, так сказать, не просто вот этот ад, который возникает в начале травмы, да, а вот тот ад, который формируется потом, да, и мы прекрасно знаем, насколько социальные службы умеют мимикрировать, плевать на то, что им положено делать и прочее, прочее. И сегодня, когда наш цирк готовится в третье столетие, национализация коралловской системы, организации творчества, его тиражирование, отработанное нашим цирком, считается не только лучшей в стране, но и в мире. Мы столкнулись с ползущими формами динационализации циркового процесса. Откровенно говоря, назвать цирк государственным в нашей стране, наверное, с исключением цирка Бурятии, Татарии и Якутии, невозможно, язык просто не поворачивается, да, мы все знаем, что происходит в Росгосцирке, мы все знаем, что происходит на Вернадске, вот, и надо полагать, что в ближайшее время нам официально объявят акционирование или приватизация Росгосцирка, большого московского цирка. В этой связи, как нам кажется, артистам, входящим в цирковое сообщество страны, очень важно, с особым вниманием, отнеслись к вопросу профилактической медицины, страхованию своего здоровья и так далее. Ну и, конечно же, это не пока, как не пока, странно и трудно самостоятельно пройти какие-то отзывы, оказание первой медицинской помощи, обучиться и начать не юридической гражданности, потому что спасение утопающих, это, как ни странно, дело рога самих утопающих. Для того, чтобы понимать, что наш совет не является досугой, болтовной, а носит практический характер, мы сегодня посмотрим небольшой слайд-фильм, ну и послушаем вот рассказы тех, кто остановился с тем, что такая, что такое травма, вот воочию они, так сказать, не на строке, но они не из раскрывок. Я думаю, что все мы умеем читать, поэтому я, наверное, не буду, да, но вот тут короткие такие, небольшие истории, да, но вот вы посмотрите и поймете, что, во-первых, не бывает одинаковых травм, так, а во-вторых, вы поймете, что и нет одинаковых судеб, да, и вот эти все истории, да, они, конечно, каждая трагично подсунула, да, вот люди, которые были прекрасны в манеже, да, были удивительно хорошими артистами, да, вот они так и защищены от травмы и от тех последствий, которые возникают потом, ну, смотрите, ну вот, Наталья может умело преодолеть, там как-то, но все знают, коверные, вроде бы, да, высоко не поднимаются, никуда падать не должны, а вот тут тоже травма на травму, уколы уколы у Валерии. Ну и самая педа, которую я не знаю, как преодолевать, потому что по-человечески она вообще очень сложная тема, это вот как травмированный артист, который берет на себя, так сказать, причину травмы, вот, вот, и чтобы не подставлять нас как травмонежи, да, а потом оказывается, что без финансового поддержки оказывается государственным неплохим, и прочее, прочее. Ну, это вот, как бы, тоже я закинул вам такую мощь, да, такую мысль, а сейчас я хотел бы передать специалисту по реабилитации. Уважаемые, уважаемые друзья, разрешите мне обратиться именно так к вам, почему? Я думаю, что это впечатление, так же, как и я, в виде сюжета, которые были представлены. У меня тоже есть небольшая цирковая история, не так давно он умер, мой друг, ему было всего 50 лет, умер от стволового инсульта, он был нижним атлетом цирковым в одном из московских театров. Если раньше я помогал ему как-то справляться с травмом, и он достаточно активно выступал, то он, вот, к сожалению, более серьезная проблема со здоровьем, ну, унесла его и жизнь. Мало того, с 96-го года по 2015 год я буду тесно связан, я работаю в центральной местной термотологии, в виде определения спортивной и балетной травмы. Вы помните, вообще это учреждение, это отделение, и какое внимание уделялось тогда и балетам, и цирковым артистам. Времена меняются, многое сейчас изменилось. В данный момент я представляю федеральное государственное бюджетное учреждение Национальный медицинский исследовательский центр реабилитации Круталов. На минуточку истории этого центра, буквально, в эти годы составляет почти мягко, 100 лет. Если раньше это было два разных института, инструмент физиотерапии, культологии, в 50-е годы они ученили, это стал большой центром, который назывался сначала физиотерапией, культологией, потом восстановительной медициной, культологией. Сегодня реабилитация и культология. Это центр, являющийся главным учреждением в России по направлению реабилитации и санитомо-куротного лечения. Если буквально сказать несколько слов о вообще самом центре, прежде хочется сказать, что как и для цирковых, я думаю, это очень понятно, что такое школа, и что такое научная школа, традиции, которые хранятся, важны для любого учреждения, в том числе и для медицинского учреждения. Именно в центре национальной медицинской патологии, который находится на Новом Арбате 32, это история. Заливающий Владиславович Горелинец, Александр Николаевич Аббажев, и членеку Академии медицинских наук Валентина Николаевича Машкова, основоположенец направления медицинского массажа, Наталья Ароны Белых. Все эти люди работали в этом центре, и их традиции, те направления, которые они открывали, до сих пор в нашем центре реализуются. Что, если буквально почти 12-13 лет церковь находился на ремонте, сейчас совсем новое здание, абсолютно новое, на том же месте, под тем же адресом, то хочется сказать, что раньше в этом центре никогда не занимались травматологией и ортопедией. Были бы, освещались вопросы, речки пациентов с кардиологической патологией, гастроэнтерологией, пульмонологией и так далее, но травматологии и ортопедии там никогда не было. И вот с 2015 года было организовано отделение медицинской реабилитации пациентов, сношения функции периферической системы опоры, на аппарат, основной акцент, который в этом материне, как раз и делается на пациентов с каталоговым подвижением опоры. Это нововведение. Мало того, я сейчас еще буду нам это лишний раз подчеркивать, сейчас система реабилитации изменилась. Вот если буквально еще 5 лет назад мы могли говорить, что медицина платная, все платно, все покупается, реабилитация это платная, и развивались исключительно гастроэнтерологические центры, сейчас происходит некое изменение системы. Минздрав, в том числе правительство, выделяет достаточно серьезные суммы на систему обязательного медицинского страхования пациента. Вот если буквально, вот пациент очень приблизительно, если для дневного стационара, это с афимоники сумма, то есть на курс лечения пациент определяется порядка 14 тысяч, то пациентов с соматической патологией уже 24 тысяч на курс лечения, а на лечение пациента, на реабилитацию пациента с каталогией в режиме опора порядка 64 тысяч, а если это еще задействовано на центральную систему, то более 140 тысяч, то есть это достаточно серьезные деньги. И сейчас в Минздраве делается акцент на систему реабилитации в рамках обязательного медицинского страхования. Мало того, открою небольшой секрет, запланированы уже после лета еще больше и раньше, то есть для пациентов с патологией центральной системы, со спинно-мозговой травмой, то есть траты на курсовое лечение будут превышать 600 тысяч рублей. Это серьезные деньги. Это серьезные деньги, куда можно вкладывать достаточно сложные высокотехнологичные оборудования для лечения этих пациентов. Даже уже в принципе и сейчас. Вот особенность как раз нашего центра как раз и заключается, что это преимущественно лечится пациентами обеспеченным по фонде обязательного медицинского страхования, это как раз основной как раз массив. Помимо этого, кроме основного здания на Новом Арбате, у нас есть 7 филиалов. Это санаторий Юдина в Подмосковье, рядок Сталинцова, 5-й санаторий в Геленджике, Вулан и 5 санаторий на Кавказских Казахстан. То есть это по сути единая такая система, которая и контролируется из единого центра. Из средств не будут долго останавливаться, то есть помимо различных процентов гидро-гидроцитерапии, центров чрезвычайно насыщенные различные ампатизированные комплексы. Для обучения хорьбе, для восстановления полосуставных периодикулярных действий. Все по сути они занимаются с гидро-гидроцитерапией. В общем, в принципе, зачем они делаются? Не для того, чтобы это, ну или какие-то, ну скажем так, платные процедуры и так далее. А для того, чтобы, пусть, чтобы не грозить, есть 10 аппаратов, есть 10 пациентов. Что происходит? Это все те же самые вылеченные 10 пациентов, только за более менее короткий срок. Ну и меньший усилий. Вот что дает как раз оснащение высокотехнологичным оборудованием. То есть те сроки, которые есть, порядка 8, 10, 12, 14 дней достаточно для того, чтобы запустить некие основные механизмы восстановления пациента. Конечно, это недостаточно для реабилитации. Ни в коем случае. Но часто бывает, когда пациент после травмы, в том числе не церковный, оказывается брошен, который не знает, что же дальше делать. Вот попадая в начале даже в государственный центр, когда ему даются направления, то есть чем ему нужно дальше заниматься, у пациента действительно появляется свет в конце данных. То есть да, вот мы чего-то добились, первые шаги, дальше бывает уже, если там есть какая-то контрактура, через какое-то имя нужно восстановить объемы движений, какими средствами, так и так далее. Ну дальше уже может обращаться какие-то центры рядом с домом, коммерческие центры, даже в какие-то физиокабинеты, районы, в ликвиники. Но вот эти первые шаги для пациентов очень важны, чтобы понимать, что он оказывается не брошен. Все вот эти высокотехнологические методы, они входят по приказу 17.5.Н. в разряд обязательно оснащения центров медицинской реабилитации. В принципе, наш центр, он относится ко второй категории, точнее, ко второму этапу медицинской реабилитации, центр медицинской реабилитации. То есть после стационара, когда пациент попадает в этот центр, а дальше он уже переходит на амбулаторный лечения. В центре мы, в принципе, можем пациенту реализировать с одним и тем же диагнозом, по сути, уже каждые 3 месяца. Вот пока такая возможность у нас дается. В самом центре, как я уже говорил, есть несколько отделений, отделения реабилитации в центре служения пациентра, грандиозной системы, бонбик, аппарат и соматические второго. То есть практически не считая иного стационара, а у койковых, порядка старкой, которые есть. Основные отделения медицинской реабилитации – это отделения лечебной физической культуры, отделения аппаратной физиотерапии, отделения больной терапии. То есть, поверьте мне, такого центра, я не хвалю, действительно, так и есть. В Европе я, по крайней мере, назначу, чтобы в одном месте, просто в одном месте, были и какие-то ароматизированные технологии, и какие-нибудь, по-другому, терапевтические, пульмологические, грязи лечения, бухганская грязь, какие-то минеральные ванны. Да, плантинность – это много не представлено. Но, чтобы в одном месте и было все вот эти методы, средства и лечения, такое я не встречал. Вот, что касается шкалы регуляции, она сейчас вводится. То есть, смысл этой шкалы уже будет, как раз, изменение к приказу о том, чтобы пациент, действительно, вот каждого этапа, ну, переходя, например, со стационарным этапом, когда я говорю, пациент рекомендации, да, на амбулаторном лечении, достигал каких-то результатов. Это не просто влечиться, как там нужно. Не просто кому-то нужно, там, в санаторию, там, профилактическую, нет, ничего подобного. Мы добиваемся определенных результатов. Слабые мышцы, там, с трех баллов, там, повысили, там, для пяти. Нарушение координации в уголках или до возрастного и вообще есть такая, не говоря, что очень хочется долго вам рассказывать, много чего, да и есть, что рассказывать, вы говорите. Но вот эта возможность, смысл лечебной структуры, она сейчас является основным фактором революционного процесса, является формирование совершенственного деятельности ряки. То есть, от лечебной гимнастики, по сути, до паркура, до свободы движения, вот задачи, которые как раз и приводят физическую культуру и которые травмированный пациент должен как раз достичь. Из методов, которые в обязательном порядке входят, ну, как некие стандарты для пациентов, это групповые занятия гимнастики, ручной массаж, дозированная ходьба, в том числе, там, скандинавская ходьба, тренажер, зоопиологическая опорная связь, биологическая опорная связь по опорной реакции, лазер, терапия, терапия, склероз, кремлевы, 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 кремлевы. Это как обязательный стандарт, на фоне которого к пациенту еще добавляются те метки, которые им действительно необходимы. Не буду потом останавливаться на особенности консультативного приемы, то есть, что это активное свое участие, пациенты для индивидуальной рекомендации и так далее. Лишнее расскажу, что вот такое роботизированное технологии, они позволяют ускорить весь процесс реабилитации. И когда пациент, то есть, раньше было 20-25 дней, сейчас он добиться, вот иногда добиться, поставленный на взделье, я могу, в принципе, за 3 дня. Не включалась мышца, за счет вот этих аппаратов, вот это, через 3 дня уже включить. То есть, то, на что раньше инструктор руками тратил, порядка, там, 2-3 недель, сейчас добивается совершенно намного быстрее. То есть, соответственно, на медицинской рементазии взгляд уже совершенно иной. Есть, конечно, противопоказания, это острые процессы, ну, действительно, прежде всего, какие-то серьезные, острые заболевания. Даже пациенты или с онкологическими заболеваниями, с очень сложными инсультами, они все равно у нас деспектаризируются. Если есть, так называемый, революционный потенциал. А у пациентов с патологией, у кого-то движения, об этом стране, революционный потенциал практически всегда есть. Вот даже в нашем центре, когда в 15-м году запускали отделение интервентологии ортопедии, те, что надеюсь, мы работали с различными благотворительными фондами, и в том числе приглашали девочек-проведительниц конкурса «Инстезависимость», то есть девочек-колясочницы. И действительно удивительно, мне кажется, уже длительное время мы находились в колясках, и вдруг после достаточно интенсивного курса реабилитации, если она не могла, стоит, она начинает стоять, если она не могла сделать хотя бы шаг, уже начинала делать первое решение. Вот возможности такие есть. Другое дело, что, еще раз повторюсь, что реабилитация – это длительный процесс, который, конечно, не заканчивается этими двумя-тримятыми, даже четырех недельными. Но для пациента очень важно понимать, что он не брошен, что им занимаются, что его ведут к курилу. И в принципе, Национальный Центр реабилитации патологии сегодня как-то составит основную задачу дать пациентам как федеральные учреждения вот это понимание, что они не брошены, что ими занимаются и в разных формах, точно даже в телемедицинских, все равно принимают все участие в решении таких проблем. Благодарю. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо большое. Я просто хотел бы в случае сразу задать вопрос. Ваш центр, вы сказали, работает с обязательными медицинским страхованием. А если... Ну вот нас, нашу организацию, страховое сообщество, интересуют такие моменты. Вот для того, чтобы воспользоваться вашим центром, можно какие-то другие программы страховые использовать и вообще сотрудничать с какими-то страховыми организациями? В ДМС мы сотрудничаем с указом. Что еще? Ну еще, вот ряд таких компаний в принципе здесь даже присутствуют. Андрей Сергеевич Чеканов, заведующий отделением пространства логиотопедии. Ну так, конечно, совсем без сложности его используются. Есть линия полюса? У них есть какие-то полюсы, которые... по которым они управляют ваше свидетелье? Спасибо. Сейчас. Одну... Я просто хочу сказать, что у нас в зале есть народ, который относительно свежетравмированный, да, я так понимаю. Вот на против вас девушка сидит, которая наверняка нуждается в какой-то помощи вот со стороны значит, докторов. И, Михаил Анатольевич, скажите, а вот могут они как-то просто обратиться к вам? Достаточно просто. В принципе, для того, чтобы госпитализироваться в районной поликлинике ведется одна форма. Форма 057. Такой один источник, на котором написано. Или консультация, или госпитализация, только бомб, ниц, амблигазация, культанты. И пациент уже с этим направлением идет, или там консультируется, амблигазпитализируется. Конечно, может там платная консультация, амблигазпитализируется. Мы тоже сами решаем пациента. Дальше собирается пакет документов. А на диск, он стандарт, амблигазпитализируется. И так далее. документы попадают в отделение, старшество отделения звонит и уже назначают пациенту по поводу. В ОМС не обязательно? Абсолютно. Не обязательно, да. То есть, принципиально здесь акцент на какой-то, что это, на больницу, на стиле, нет. То есть, по ОМСу пациенты, по сути, получают то же самое. Можно? Да. Значит, Дмитрий Виноградов. Еще. Вопрос какой? Да, Задайте вопрос, потом я ставлю. Скажите, пожалуйста, а вот поэтому это и есть ОМС? Есть. У вас в руках это ОМС? Прошу, скажите, пожалуйста, параллельный вопрос. За старенные травмы, как раз вот этот опорный двигатель на аппарат порядка 17-19 лет назад была травма, надорваны связки, они, естественно, не шевались, потому что пришлось работать в манере и выручать дальше программу. За счет этого пошли какие-то изменения, ну, изменения с выражения, так сказать, у врачей стопы, и икроножные мышцы тоже оседли, ну, в общем, усело. Можно пройти и, в общем-то, какие курсы реабилитации пройти? Вот как раз под ДМС вы этого не сможете сделать при застарелой травме. При острой травме только под ДМС возможно. А при застарелой травме нет, никогда. А вот по полюсу, который вы держите в руках, да, значит, я представляю лайн-клуб, да, клуб, который оказывает благотворительность в союзе церковых деятелей уже больше шесть лет, и мы благотворительно смотрим, в том числе, наши доктора, благотворительно смотрим всех церковых, ни разу, ни с кого не взяв на копейки. Я что хочу сказать. Мы не случайно пригласили сюда и Николай Анатольевича, и Александр Владимировича, для того, чтобы объяснить, что вы, как граждане, имеете права на нормальную реабилитацию и в бесплату погулять. То есть упориться, умолиться. Мы, пытаясь и призываем. Я могу сказать, что мы сотрудничаем уже, в целом, лет 13 с Михаилом Анатольевичем, да, и за это время прошло огромное количество, да, и теперь уже и с Андреем Сергеевичем, вот, огромное количество людей прошло, пациентов, но и церковых. Понимаете? Когда церковому говоришь, что надо идти в поликлинику, если ты хочешь что-то получит бесплатно, взять 057у, на этом дело качается. Вот все, вот эту бумажку, да, все, дальше, но существуют государственные правила, которые придуманы не нами, да, которые требуют совершить какие-то движения. Я очень сомневаюсь, что церковые люди безвольные, да, и не могут этого выдержать. Вот, пожалуйста, мы столько, работаем, мы столько, мы ни одному человеку за все это время не отказали, ни одному церковому. Мы всех принимаем, мы всем объясняем, как и что нужно сделать, и мы прекрасно понимаем, какие пенсии, какие зарплаты и так далее, и так далее, да, и мы понимаем, насколько это бывает тяжело что-то так урвать от бюджета семьи. Пользуйтесь, вы же этого не делаете, пользуйтесь, пользуйтесь тем, что вам отдается бесплатно. Потому что те, кто уже пользовался, знаете, все довольны, нас нет, недовольны люди. Да, и еще одну вещь вам хочу сказать, вот, смотря на то, что показал сейчас Михаил Антонович, и то, как он рассказывал про методы реабилитации и про ЛФК, не так давно, ну, в этом году более полтора, прошла программа из-за тени американцев, которая изучала то, на что вы все жалли с тобой в спине. Это большая обзорная статья, где огромное количество немногоцентров, огромное количество пациентов проанализировали и выяснили, что единственным методом медицинных доказательств, то есть достоверным с точки зрения медицинских доказательств, для лечения болей в спине является лечебная физкультура ЛФК. Осмотрение и нестероидно-потенциоопарительные средства, там включено бывает, и операции нейрохирургические, и массаж, и мануальная терапия, и рефлексотерапия, и что угодно, но с точки зрения медицины доказательств, то есть с точки зрения науки, единственное, это ЛФК, я посылаю Михаила Анатольевича пациента, он его консультирует, и отпускает с комплексом упражнений на полгода. И он, да, заставляет работать, разумеется. Да. И здесь одно из двух. Либо человек это делает, либо нет. Вот и все. Вот и все. Спасибо. Подводя итог тому, что сказал Дмитрий Леонидович, хочу сказать еще одну вещь. Вот интересная штука, какая-то странная инертность, которая как-то поражает наших цирковых коллег. С одной стороны, конечно, там, допустим, ну, может быть, недостаток какой-то информации, но даже те, кто что-то знает, да, Дмитрий Леонидович приводил сюда от психиатров, я не знаю, до кого, до гинекологов. И кардиохирург. Да, и кардиохирург. Кого только не приводит, да. И всегда говорю, что для цирковых мы всегда найдем время, мы найдем всегда силы, мы всегда найдем нужного врача, даже если его нет в секунду под боком, да. Обращайтесь, лечитесь, поправляйте свое здоровье, работайте, да. Вот. Если в каких-то других организациях к вам относятся наплевательски, здесь нет, здесь вас любят, здесь вас ценят, и мы все свои, и хотим как-то вам помогать, да. И вот я бы хотел, может быть, кто-то из тех, кто, значит, был травмирован, они уже захочут что-нибудь сказать. «Адельфикции, три проблона были, третий у нас был неправильный проблон, но из-за того, что было сейчас неправильное, лебезда, он срос, она, случается, оборвалась, где-то из 10 метров, мальчики напали на заплод. И вот, я сразу потерялся сознание, ну, я была в сознании, и было очень больно, челюсть, ногу, скопирована в ноге, на сказке, по перелому и челюсть. В принципе, делали операцию, ставили пластину. Родилась рубашка, стала жива, а с пяткой, пластину-то куда ставили? В челюсть. В челюсть, правильно. А что с пяткой? Ну, просто гипс. Но там все нормально? Там оскольчатый перелом? Нет, без смещения двойной был. Перелом двойной был, без смещения. Изначально, мы видели только один перелом, и когда уже в поликлинику пошли, и там мы видели, что две трещины на пятке. Очень мало у нас специалистов по пяткам. Но это вам позволяет дальнейшую профессиональную деятельность осуществлять после реабилитации какой-то, я не знаю, или вот сейчас, ну, нет, не важно то, о чем мы говорили, существует ли психологическая какая-то действительно травма, как бывает, что после падения очень трудно потом подняться в воздух. Вот, или это чисто физиологические какие-то вещи, еще не зажили травмы, вот об этом можете на основе? Я не знаю, я еще не начинала показанную массу, поэтому психологически тебе это могу сказать, а физически, потому что придет, физически можно будет. Вы собираетесь продолжить карьеру страховку. Страховку с 29-го начиналось, а ее подняли в 28-ю. Вот, и они еще без страховки не знают. Не боюсь, без жителей. Самое страшное от наших артистов это действительно это обеспеченность. Я сам работал сколько лет, я знаю, у меня сестра дважды падала водя, трижды падала у водяльника, она первая была на ней еще все. И вот сейчас страдает, страдает тем, что заработала у вас масса болячих со спиной и так далее и тому подобное. А при падении в день никогда не составлялись артисты. Понимаете, и потом человек не может достойно лететь тело по травме и что получить на этот день. Правильно, руководитель уголовного давания отец заявления. Хорошо, ну, я что хочу отметить, значит, вот как раз наметилась такая линия, да, что у нас после травмы медицинская, значит, сторона дела плавно перетекает в юридическую, да, и вот с нами есть человек, который защищает, то есть это лига пациентов, да, который защищает, значит, пациентов в трудную минуту, когда они хотят оказывать правильную медицинскую помощь, неправильно ее оказывают, я передаю трубочку. Спасибо. Прежде всего, разрешите вам сказать слово уважения о вашей профессии, очень сложной и очень рискованной, и в связи с этим, мне кажется, один из первых вопросов, которые надо обсуждать, это обязательность страхования для тех атистов, у которых есть высокий риск. мне кажется, это просто часть вообще работы, к сожалению, и поэтому страхование нужно буквально обязательно, и поэтому ваша общественная организация, мне кажется, должна задать вопросы, чтобы этот вопрос решить. Второе, то, что я, опять же, услышал, то, что не относится к правовым аспирам, скажем так, стоят на их пороге, когда мы говорим, что человек имеет право практически на любое лекарство, в нашей стране мы даже облаторны получили склады. Ну, это так, это отдельная тема. Говорю, что для того, чтобы воспользоваться этим правом, надо не просто его знать, надо еще хотеть им воспользоваться и уметь воспользоваться. Но то, что я здесь слышу как раз о том, что нет желания что-то там разбираться и так далее, действительно, здесь должны работать психологи. То есть, где-то в штате ассоциации должен находиться психолог, который понимает, о чем будет речь. Потому что люди, которые до этого существовали на колоссальном адреналине, там, в десятки метров над землей, вдруг падают. Для них это, безусловно, означает и жизненное падение. и этим вопросом нужно заниматься особо прежде всего в психологическом точке зрения. Таким образом, это комплекс проблем психологических, социальных, правовых. И только потом начинается, собственно говоря, право, которое надо знать и уметь действительно пользоваться. Право, безусловно, есть, начиная с 41-й статьи Конституции право на бесплатную медицинскую помощь, дальше экстренная медицина вообще вся бесплатна по определению. Здесь как раз мы имеем дело с этим основным. И дальше, соответственно, медицинская помощь, плавная реабилитация, все это входит в базу программы государственных гарантий и должно представляться бесплатно. Если вдруг возникает проблема, что вам чего-то там не оказывают где-то, а тем более, если это экстренно, то нужно просто запомнить, запишите, посмотрите специально. Эти статьи являются волшебными палочками при неоказании скорой помощи, при непринятии ста на экстренное и еще что-то. Есть 125-я статья Уголовного кодекса «Оставление в опасности», есть 124-я статья Уголовного кодекса «Неоказание помощи больному» и 293-я статья «Та самая халатность». Но под халатностью это не вообще какая-то там кто-то там, извините, раздолбайся себя ведет. Нет, это нарушение должностным лицом ваших правок. Вот это халатность. И это уголовная статья. Вот. Поэтому эти статьи 124-я, 125-я и 293-я это такая волшебная палочка при открытии вот этих дверей в мир медицины, когда вдруг возникают проблемы. Причем, не обязательно надо топить и говорить «Я сейчас пойду к прокурору». Абсолютно нет. Человек, который знает свое право, он ведет себя немножко по-другому, в отличие от того, который этого права не знает, не знает, как пользоваться. То есть ситуация, когда вам не оказали медицинскую помощь, соответственно, первое, ну если вы в стационаре находитесь, там прямо на отделении, то соответственно идет письменное, желательно, не желательно, у нас настойчиво обязательно обращение главного врача, что при таких-то обстоятельствах поступили, помощь не была оказана в случае отказа дальнейшего, оставляя с собой право обращения к прокуратуре и следственному комитету. То есть не надо сразу убежать из защиты своих прав правоохранительного окна, но сначала надо сделать предупредительный выставок. В 90% случаев это работает, потому что ну никакому главному врачу почему писем, это след. Если вы пришли, там кому-то что-то сказали по скандали, там что-то не получилось, ну вот, конечно, это можно сейчас записать, устроить там интернет-хайтер, и так далее, это отдельная песня. Но с правовой точки зрения надежно иметь бумагу, которая является доказательством того, чтобы обращались и был отказ, и тогда машина начинает работать на вас. Поэтому вот это касается механизма дальше, если уже помощь не оказывается, есть там реабилитация, там всякие и так далее, длительные какие-то вмешательства необходимы, возникает и необходимость платность, ну вы слышали сейчас то, что идет такое смешение то ли платно, то ли бесплатно, и вот пациент, естественно, поставлен в условия, когда он должен выбирать врача, и говорить, слушай, ну это быстрее, это лучше, там и так далее, давай ты лучше заплатишь, ну понятно, что он начинает платить, куда деваться, но в действительности конечно каждый решает сам, но право у вас получено бесплатной помощи существует, и оно не должно быть хуже, чем соответственно платное. В то же время по платной смотрите, какая ситуация возникает, например, сейчас идет громкое дело Марии Комиссаров, Комиссарову это наша чемпионка России по горным лыжам, которая в 15-м году накануне Олимпиады буквально за несколько дней сломала спину, я оказался в анваринном кресле, диагноз был абсолютно и в Германии у нас поставлен негативный, то есть для неблагоприятной с точки зрения возможности стоять вообще на ногах, но тем не менее нашелся доктор, который получилось два года с него 50 миллионов рублей, который она собирала соответственно с миром по нитке так и не поставил ее на ноги. Понятно, что такая сумма не могла быть получена путем скажем так честных путей, понятно, что ей будет дано обещание определенное, которое не будет путем. Пожалуйста, не ведите все такие вещи. Это я понимаю, что это очень сложный выбор, что всегда в состоянии этого самого адреналина, желание вернуться там на арену, жить полноценной жизнью, отдашь последнее. Но есть граница, которую вот Мария эта ситуация переступила. то есть она получила два очень серьезных медицинских заключения от них в двух разных странах и сказали нет, она все равно попыталась это сделать. Я по-человечески могу понять, но с точки зрения как бы логики всего процесса, ну, как говорили, она дала себя вести в заблуждение. Поэтому пользоваться над теми возможностями вам сейчас описали в принципе достаточно серьезный медицинский путь, где действительно этот мышечный аппарат восстанавливается с помощью собственных усилий существенно действительно этим заниматься, но даже у человека есть пределы, даже она, будучи там заслуженной мастерой спорта, не смогла за два года и обещали забыть, что она встанет. Поэтому, пожалуйста, при том, что понятно, что каждый решает это для себя сам, но есть у нас официальная медицина государственная, ее надо заставлять работать, не сажать ее на рыночную иглу, потому что, к сожалению, мы знаем, что у нас сейчас врачи поставлены в условиях, когда вроде все бесплатно, но есть задания на платные услуги, есть задача вообще зарабатывать и врачи с одной стороны Иисус Христос, с одной стороны надо спасать человека, с другой стороны деньги зарабатывать. И это очень сложный выбор для них тоже, но мы должны настаивать на том, чтобы помощь была оказана бесплатно государственной системы здравоохранения, как это делать, в принципе, телефон и все контактные данные для пациента в интернете есть, мы работаем бесплатно, поэтому в случае возникновения конфликтов, проблем и так далее, всегда большим от астролога можете получить тоже бесплатно. Ну, я очень, еще раз подчеркну, очень сожалею, что наше цирковое сообщество энергное, многие не дошли до нас, да, хотя вот ту информацию, которую мы для вас готовим, которую вот Евгений Милич старается собрать вокруг Союза цирковых деятелей, врачи юристов, вообще всех специалистов, кто может помочь, хоть как-то, хоть чем-то, а тем более тут такие квалифицированные люди, да, и вот сегодня у нас в гостях человек, который, несмотря на свою занятость в икрайло время, это Денис Александрович Кирис, зампредседателя комиссии по культуре общественной палаты, да, и он возглавляет независимый профсоюз, значит, арка артистов кино и театра, и, кстати, предлагает и нам влиться в его профсоюз, поскольку у нас есть такие проблемы с нашим профсоюзом. Денис, Александр, спасибо. Спасибо, Григорий, мы недавно проводили в общественной палате общественные слушания по нанесению поправок в Кодекс связан с тестацией кодексовских работников. был Григорий, был Ислав, был Юрий, и мы сделали отрицательную резолюцию, выписан нашей экспертной общественной палаты юриста, работая, вообще, никаких поправок не нужно туда вносить, сейчас, соответственно, Трудовой кодекс любую работу дать, можно провести аттестацию любую работу незнать его там не соответствующей своей занимаемой должности, поэтому что-то там вносить нет смысла, и мы, как бы, открыли большой пласт проблем, существующих в сегодняшнем российском цирке, мы делаем материал с Григорием, значит, у нас есть портал о культуре российского дружного, мы там сделали материал, который уже за какое-то небольшое время набрал несколько тысяч. Рассмотр тема получается для всех российских зрителей, мы, я вот где-то не в цирку давно ходил, то есть мы увидим вот эту картинку, но мы не знаем, что происходит там за манежем, поэтому я со своей стороны во-первых, вам предлагаю в преддверии столетий цирка провести в общественной палате российских форум артистов цирка, сцен. То, что мы сейчас делали недавно, это мы делали форму актеров, театра и кино, что вызвало, как бы, пришло большое количество людей, но вы же понимаете, люди эмоциональны, или там, но тем не менее, люди пришли, люди высказались, люди сказали, что они хотят, что их не слышат, мы сформулировали в своей все цели задачи, будем отправить к министерству культуры, во всем профиле ведомства, вчера я встречался с Оргей, я вот уже сказал, Григорий Казаковой, это первый запрет комиссии по культуре Госдумы, человек, она тоже отзывчивая, действительно, пытающаяся решить что-то, помочь, и в плане уже как законодатель сегодняшнего, поэтому то, что мы вычинили, то, что сегодняшний Трудовой кодекс требует, во-первых, разделение, там обобщенно все написано о творческих работниках, работников кинематографии, работников театров, работников исполнительских, цирковых деятелей, там написано, то есть все эти, значит, вот категории, в первую очередь, нужно выделить в отдельных под статьи, и в том числе цирковых деятелей, чтобы там было обосновано и было сформулировано с юридической точки зрения то, что происходит в цирке сегодняшнем, чтобы оно действительно регулировало то, что сегодня в цирке происходит, то, как там люди живут, понимаете, и тогда это будет, вот сейчас такая, в принципе, возможность, если это не пройдет в этом, значит, давайте это формулировать четко и добиваться, чтобы в Госдуме эти поправки вносили в действующий Трудовой кодекс. Я считаю, что это самое важное, что нужно делать. Форум, пожалуйста, вот давайте определимся с числом, тут я уже, как бы, вот от вас буду отталкиваться место, время, и чтобы, конечно, опыт показал, мы обратились в действие московских вузов, правда, да, и больше, которые, там у нас исполнители, пришли молодые ребята, студенты, которые стало шоком, они, конечно, научатся, они вообще не понимают, куда они придут, в какую жизнь они придут, что их там ждет в этом кино, в этом театре, и, конечно же, вот, нужно молодых людей предприводить будущих цирковых исполнителей, которые будут работать в Манеже, и там много разных профессий, чтобы они просто наглядно послушаны, корифеев, послушали людей, кто этим занимается всю свою жизнь, и чтобы они активно включались в эту деятельность, потому что, ну, иначе их ждет там, вот то, что ждет, то, о чем вы все говорите, но вот они здесь в том числе находиться тоже должны, понятно, что жизнь, учеба, там, и прочее, прочее, но это их будущее, и без него они, не дай бог, в один какой-то момент могут столкнуться с теми проблемами, о которых вы все говорили, поэтому вот я предлагаю вот так просто пошагово действовать и позвать, ну, вряд ли, например, министра, позвать курирующего замминистра, позвать представителя вашего, который озвучивает ваши проблемы перед президентом, я считаю, что как бы вообще странно, что его здесь нет, почему странно, что нет тех же ваших защитников, которые вас представляют на профсоюзной стороне, тоже странно, что их нет, действительно, это как-то, ну, тогда непонятно, зачем же вы там, вообще профсоюз, он за что денег-то получает, вы должны, профессори должен работу вести, за что вы получаете свой процент, вот, должны, эти люди, люди свои деньги, ну, извините, за свои деньги отрабатывают, за что вы платите, так далее, у меня вопрос, если они не занимаются своей работой, зачем можно так далее, в профсоюзе, да, это как бы, может быть, неуместно, но я привык, так скажем, в свои, своими именами еще называть, если, так скажем, как же так, вы проводите такое мероприятие, которое, не обязан быть хотя бы кто-то прийти, кто-то юрист прийти, я спросил, что это там, вы же стали, я не знаю, у меня это странно, что тут нет, ну, ладно, все в жизни бывает, может быть, там действительно какие-то постмажорные обстоятельства случились, что-то, поэтому я, со своей стороны, все, что могу, там, и не могу, готов сделать, давайте подготовим изолюцию, все наши пожелания, в том числе, связанное, что вот это большой класс, у нас с Григорием были в Дублине несколько лет назад, я помню, что он сидел там с иностранными коллегами, обсуждал то, о чем вы сегодня говорите, но тогда, по-моему, это все было более подконтрольно и более работало. У меня опять вызывает вопрос, почему же это все вдруг, через несколько лет, стало не работать, не в той плоскости, в которой должно быть. Я просто лично, я не очень, я честно признаюсь, когда я не погрузился в цирковую деятельность почитав о Гомбле и Крыму и Григори, но я лично знал, был такой великолепный актер, артист, во-вторых, в Кантемиров, ездил, я думаю, общался несколько раз, но, по-моему, это не всех знали, но с этими людьми общался, которые в Генназии целую, по-моему, я представляю, и, конечно, я считаю, что нужно сейчас мобилизоваться, и, слава Богу, что есть такие люди, как Григорий, как Григорий, которые здесь не сидят, и которые, ну, по крайней мере, не то, что активы, которые пытаются поменять, изменить ситуацию, и я, со своей стороны, вот что-то сделал, какие-то там мелкие шаги, готов сделать их еще больше, но, опять, без вашего участия, то, что нужно четко формулировать предложение, потому что, я считаю, что без внесения поправок законодательства, опять это все будет на том месте оставаться, потому что ЦРК должен на все время предполагировать статью Турдового кодекса, и только вы можете ее сформулировать, в том числе юристы, как это должно работать, потому что трудовые отношения или нетрудовые отношения, контрактные отношения, что не подменяет отношения правовых, они уже настолько видоизменились за протяжением вот этих 30 лет, пока мы живем уже в новой России, что угнаться за этим невозможно, и только, и нужно просто это все периодически приводить в тот вид и порядок, в каком это существует, и это нужно делать только вы, то есть, с вашей помощью, поддержкой, понятно, что Российская Палата общественная, она как бы, как считается, государственно-консультативно совещательным, не факт, я всегда говорю, что у нас там в должном виде уровня услышан, но если цирковое сообщество, понятно, что я вот услышал то же самое происходит у тех же артистов драматических и в театре, и в кино, они приходят, они вот могут там эмоционировать, уйти, через 5 минут вот в эту дверь выйти и забыть, и пойти заниматься своими делами, репетировать на сцене, в манеже, идти на съемочную площадку, и абсолютно там, но для этого есть профсоюз, и я всем всегда говорю, не должны артисты заниматься своими договорами, заниматься своими контракторами, я не прожекторством занимаюсь, я просто вам говорю, вы простите меня, я уж не буду там влезть в это, но вы платите коллегиально по проценту отчисления от своих зарплат вашу профсоюзную организацию, извините, ну я знаю там за 12 лет опыта профсоюзной деятельности, вхождения в международную федерацию профсоюзную, знаю, что люди там, ваши коллеги, они просто пьются там, фактически бывает там отстаивают там, что называется, как сказать, насмерть за, вот, представляют интересы своих работников, то есть вот такого, чтобы вот там вдруг проводили мероприятие, вот это подобие сегодняшнего, и не было ни одного профсоюзного представителя, есть эти представители, ну кроме вас, но это вы, как бы вы, но должен быть человек, который все-таки решения принимает, не просто пришли люди, которые, так сказать, а люди, которые лидеры, которые принимают решения. Какой же это профсоюз, который с работодателем, извините меня, как в театрах, тоже самое я говорю, карманный профсоюз. Зачем такой, который, люди их давать, как вот на таганке, просто таганка там, который там бьется, 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 людей уволили, 40 человек, артистов пришло там в другой ходу, все, суды идут до сих пор, вот 8 лет идут суды, и в основном не там, понимаете, я не буду риторикой заниматься, просто можно жестко действовать, все равно, по крайней мере, создавать работодателю в соответствии с законом, я не хочу сказать, комфортные условия, а? комфортные условия. Да, у нас есть нормы права, мы будем их отрабатывать, но это не вы должны этим заниматься, опять же, должны люди заниматься, которым вы платите, но если они не хотят, вы отдайте другим, придут вон те, кто там, по крайней мере, там практикуется по-серьезному туда в правах, они там, ну ладно, не буду сравнивать, там, доставят такие проблемы, что мало не покажется, причем потому что там уже есть четкая отработанная схема, и есть уже выигранные там в том числе суды, просто, ну, не пользуются, что называется, раз так, ну, раз так, ну, значит, нужно, а зачем, конечно, все это, я тоже не хочу выходить, так скажем, эмоции, все, что хотел, я ему сказал, спасибо Григорьевне, за это. Денис Александрович, спасибо огромное, теперь мы знаем, самое важное, что у нас есть выбор, что кроме профсоюза нашего, который есть в России. Я не хочу быть тоже тем, вот, человек, который сказал, мне это, это там плохие, мы их лучше, нет, просто должно быть какие-то конкретные действия, если надо там выйти, ну, опять же, мы тоже, мы все в плотном контакте, взаимодействуем, я тоже человек, как бы, ФНПР, имеющий прямое отношение, и, в конце концов, как-то я и учился по культуре ФНПР, в Академии Труда, в юридической факультете, и мы в контакте, там, с заместителями, там, Михаил Викторович, то есть тут, как-то все, и мы, Учелянская Организация Конфедерации Труда России, более крабчатка, но, по крайней мере, если требуется, давно уже назрел, есть проблема, она не выходит на нужный, другой уровень, значит, ну давайте тогда решать, если не могут люди, ну давайте другим обратимся, которые будут что-то предпринимать. Также нельзя вставлять это в том состоянии, в каком есть, потому что, вот то, что озвучили коллеги у нас на мероприятии, что там полтора тысячи человек, простите, это вот, ведь вообще о чем тогда, это какая-то катастрофа, ну и чего, и что, и будем ждать, когда вообще нам все это пустят на самотек, вот это вот все там, и что, я понимаю, что чиновники будут говорить, у нас все хорошо, это у них работа такая, говорить, что все хорошо. если так же, это мы только сделаем отдельной темой, потому что, да, мы от трансмиссии, нет, я не ухожу, просто, я понял, про протран, это отдельная история, вот, к сожалению, мне надо ехать, спасибо, молодежь, спасибо, спасибо, извиняйтесь, друзья, мне бы хотелось, да, мне бы хотелось вернуть, вернуть нас в наше цирковое русло все-таки, потому что то, что мы услышали сейчас, это действительно очень, нет, вот, то, что мы услышали от наших коллег, это очень оптимистично и обнадеживающе, что есть у нас обязательное медицинское страхование, что есть страховая медицина, что она бесплатна, что можно с любыми вопросами обращаться, действительно, наверное, это отчасти так, но, к большому сожалению, мы не всегда наблюдаем, как этот механизм работает на практике. Мне бы хотелось буквально пару слов сказать об этой проблеме несколько шире, но в то же время в нашем цирковом ключе. Проблема на самом деле, как видится, проблема травматизма и соблюдения правил техники безопасности, она находится немножко лежит в другой сфере. Основная организация, как мы все знаем, у нас Росгосцерк, крупнейшая в мире цирковая организация. Но мы не совсем отдаем себе отчет, что Росгосцерк, несмотря на то, что это федеральное казенное предприятие, это еще и целая отрасль. подхода отраслевого к определенным вопросам, к сожалению, мы не видим. То есть, когда, если мы воспринимаем Росгосцерк как отрасль, то тогда мы должны отдавать себе отчет, что отрасль должна создавать отраслевые стандарты, в том числе и по технике безопасности. Вот здесь сидит Виталий Викторович Булыгин, руководитель как раз этого направления. Я помню, он мне говорил, что сейчас вроде бы наконец начинают разработку или разработали... Продолжается. Продолжается. Разработка вот всю жизнь мы прожили под документом с названием ПТБ-77. Вот. Да. Вот теперь наконец-то значит начали его переработку, она достаточно длительное время может происходить, но подход должен быть такой, что если существует вот такая организация всероссийская, я имею ввиду Росгосцерк, которая отвечает, ну в целом и действительно есть подтверждение того, что Росгосцерк берет на себя ответственность за всю отрасль, но почему-то в других сферах. Ну, как мы знаем, когда вопрос касался, допустим, организации работ цирков Шапидо, там тоже были свои проблемы, Росгосцерк выступает с предложением осуществить контроль, допустим, над работой этих цирков, чтобы там работали качественные программы и готов выполнять контролирующую функцию. Вот сейчас совсем недавно брошен клич на объединение дрессировщиков, я не знаю, как это на самом деле называется, но понятно, что Росгосцерк хочет курировать и эту сферу, и это тоже бы нормально было при отраслевом подходит. Но, когда дело касается таких не совсем приятных вещей, то, конечно же, не все хотят разработать свои вещи, и самое главное, самое главное в технике безопасности это ответственность, поэтому мы все знаем, что существуют эти журналы по технике безопасности, мы знаем, но мы также знаем, что ответственность самую глобальную несет руководитель организации, кто бы в этом журнале не расписался, все равно следственные органы придут к директору, придут и будут разбираться с этим. Но в то же время, в то же время, теперь скажу в защиту, в защиту Росгосцерка, в защиту Росгосцерка как работодателя, потому что у многих артистов действительно появилось такое отношение, что если существует работодатель, то работодатель должен обеспечить все. Ну, конечно, и безопасность, и значит страховку ту же самую, то есть все должно лежать на плечах работодателя. Вот это удобная позиция для артиста, но на самом деле вот когда мы в Союзе стали разбирать этот вопрос, и присмотрелись к этому, на самом деле оказалось, что не все так просто, что, конечно же, лучше и качественнее, чтобы, скажем так, своей безопасностью, чтобы артист был причастен к своей безопасности. То есть если мы говорим о том-то страховании не добровольном, а вот то страхование, о котором мы имеем в виду, что у нас опасные условия труда, что вот ту страховку, которую обычно артисты требуют от организаций, чтобы они были застрахованы как положено. На самом деле тут тоже двоярко. Росгосцентр все воспринимают как государственные организации. С одной стороны так оно и действует. Но с другой стороны само правило распределения государственных субсидий, оно не предполагает наличие страховки. То есть страховать, как мне объяснили, не в наших, не в нашей организации, не в Росгосцентре. Сейчас мне пояснит, сейчас, наверное, Виталий Викторович еще пояснит. Может быть, я ошибаюсь, но, значит, что субсидии выделяются на заработную плату, коммунальные платежи, оплату налогов. Кроме субсидий у нас же есть собственные средства в организации, в том числе и в Росгосцентре. И вот из этих собственных средств компания вправе страховать и распоряжаться вот этими собственными средствами по своему усмотрению. Но, если все это возложить на компанию, то тогда эти страховки будут какими-то унифицированы. То есть, если артист не принимает участие в свое страхование, если он не знает, как, если в колесе ему необходимы определенные вещи, вот по себе знаю, я езжу каждый год кататься на лыжах и на сноуборье. Я всегда страхуюсь, потому что я неплохо катаюсь, но всегда страхуюсь именно по спортивной страховке, которая предполагает совершенно другие травмы. Много лет это было мне не нужно, но два года назад я себе порвал связку и страховка очень пригодилась. А другого не бывает. Да. Просто не бывает. Все, кто подняет стоят на горную лыжу, обязательно заканчивают на гормон. Да. Так вот, в данном случае, если вопрос касается страховки и страховки из вне бюджетных средств, то всегда то было бы вот на нашу блядь было бы логично, что эти деньги выделялись бы артисту целево на страховку, но при заключении договора с артистом он бы не принимался на работу без наличия такой страховки. То есть контракт нельзя было бы заключить при отсутствии. Это могло бы быть гарантии, потому что за страховку что так платить, что так, но если страховка обезличенная, то это одно. Даже когда страхуем мы машины, мы иногда чуть-чуть доплачиваем, чтобы нам расширили осаду, потому что можно въехать в более дорогую машину. Это стоит копейки, но люди сами регулили этот вопрос. Нам было тоже это хорошо, поэтому вот эти две правды существующие, правда артиста или работника и правда работодателя, они не во всем схожи, но на самом деле противоречий в этом нет. И поэтому говорить оголтело, что нас обязаны страховать. Вы видите вот сейчас случай сегодня, который вам представили вот с падением. Застраковали, страховка была оказывается вот как мы услышали с 29 декабря, а репетиция прошла 28-го и не попала в зону страхового случая. Вот мы еще эти вопросы зададим юристам очевидно, потому что это только существует. Но не хочется комментировать, мы здесь в Совете Церковных Детелей пытались обсудить среди своих коллег опытных этот инцидент, но в связи с тем, что даже опрашивали людей, но в связи с тем, что сейчас ведутся работы с следственными органами, мы решили пока от своих комментариев воздержаться, хотя уже предварительно скажу, что нарушения, которые были, они имели место явное и которое мы уверены подтвердиться. А если подтвердят следственные органы, а если не подтвердят, то Союз со своей стороны тоже вступит в эту историю и будет когда-то истовать, чтобы эта история пришла к какому-то финалу. Поэтому, резюмируя вот этот момент, нужно понимать, что вопрос травматизма, он существует, он в настоящее время, ну, я не могу сказать, что он находится в худшем своем состоянии, потому что были времена и хуже, были времена, когда вообще добиться какой-то компенсации было нельзя, даже вот из нашей презентации это следует, когда люди с травмами потом продолжают всю оставшуюся жизнь, не получать никакие компенсации, потому что не было сделано правильных действий. Со своей стороны могу сказать, с нашей стороны в Союзе Церковных Деятелей, что этому вопросу мы по-прежнему будем уделять признанное внимание. Мы, ну, я скажу от себя, что, конечно, огорчает, что те, для кого эта конференция была сделана, для артистов, для тех, вот, кому это действительно нужно, и как раз здесь мы не видим. С одной стороны, я бы сказал, к счастью, потому что эти люди, видимо, еще не получали травм, о них не думают, и надеются, что их никогда не получат. Вот. Поэтому нам приходится думать за них, в ближайшее время, вот, после этой конференции мы соберемся, у нас есть такое решение, что, скорее всего, мы создадим какую-то письменную брошюру, потому что мы в Союзе поняли необходимость, как это важно для начинающих и подрастающих артистов, для студентов циркового училища, чтобы люди сразу получили какую-то памятку при поступлении, при окончании, не важно, важно, чтобы они знали, зачем им нужно следить, какие моменты в контракте должны быть отражены, то есть, такая, просто, как в советское время были, такая памятка, в которой мы все это отразили. Да, по сути дела, права и обязанности. Большое спасибо, я думаю, что на этом мы... А, есть вопросы? Пожалуйста. Не вопросы, а продолжение темы. Ну, приду, я хочу... Хорошо. Слово. Как обведал Леонид Савельевич, действительно, очень жарен. Та тема, которая часто и постоянно усилуется в интернете, сидя на диване касаемо травм, инвалидности и прочих-прочих-прочих вещей, очень много пишущих на эту тему, но в настоящее время, даже сегодня, вы видите, сколько пришло человек. Вот я тоже хотела об этом... Потом будут писать, что вот опять устроили между собой и прочее-прочее-прочее, что в корне не видно. Мне это очень неприятно. Действительно, где мы поднимаемся огромное, колоссальное, потому что постоянно усилуется так, получил травму, составили акт, не составили акт, пошло продолжение, не пошло. Это одно. Хотелось бы пожелать всем нашим, церковым, не только членам союза церковых деятелей, чтобы принимали более активное участие в таких вопросах. Проблема действительно очень актуальна и важна. Поймите правильно, потому что травма, да, она пройдет, потом она может через какое-то время сказаться на твоем личном здоровье. Это одно. Второе, как вы правильно заметили, необходим, будем называть это своими словами рикбессы по поводу тех же страховок. Раньше, допустим, в советское время, ну и в конец уже советского времени, артист выезжает куда-то, ну, не сам, допустим. Что такое страховка? Все ехали, иммунезиазм, кто-то получал травмы, но продолжал работать. Ладно, в последнее время страховки идут постоянно, об этом пишут, но молодежь, правильно вы говорите, и даже люди старшего и среднего поколения не знают, что это такое. И мне кажется, при составлении каких-то определенных резолюций после нашей пресс-конференции мы можем написать какие-то рекомендации для того же компании Росского Церкви, для того же училища. Кстати, в свое время, когда я занимал определенное место в арт-клубе, я устраивал для студентов вот именно на эту тему по поводу техники безопасности, чтобы артисты, ну, будущие артисты, знали, что вообще это такое. И правильно, вот это памятка или не памятка, чтобы людей как-то проходили какие-то, я не могу сказать, семинары, но вот именно обучение на тему и техники безопасности, и вот эти подготовки к страховке, потому что личное дело, как говорят, утопающего, дело рук самого утопающего. Мы можем на кого-то располагаться, вот главный нас защитит, или союз, но получается, что такого, как говорят, в жизни очень мало случается, что кто-то защитит. Вот моя точка зрения. Спасибо. Спасибо, Юрий. Я бы хотел попросить Виталия Викторовича, потому что у него было определенное мнение по поводу страховки вообще, по-моему, позволения. Я уточню, все привыкли называть страховка, страховка, все, и думают, все, собственно говоря, это вот, если у меня есть страховка, значит, у меня ни травмы не будет, ничего не будет. На самом деле артисты Росгус-Цирка застрахованы все, без исключения, даже на сегодняшний день. Это по линии ФСС, называется Фонд социального страхования. Если артист Росгус-Цирка получает травму, и не дай бог тяжелую, то ФСС берет на себя все расходы по реабилитации, лечению и всему-всему. Если эта травма относится к легкой, то, соответственно, они там более по-другому немножко рассматривают это дело. Но, еще раз хочу сказать, чтобы все артисты понимали, что такое страховка. Та, которая ОМС-овская и ДМС-овская, это отдельная страховка, в которой каждый артист вправе застраховаться сам. А то, что касается государственного предприятия, они страхуют именно по линии ФСС. ОМС-то обязательно астрологи. ОМС-то обязательно не заедет. А вот артист Рамиз Расул сильно пострадал. У него была проблема, что они попросили, чтобы одно представление дать для лечения людей и собрать на лечении Расула и Сильякова. Рамиз Расул просили, тогда Иван был генеральный директор, он пообещал, что да, дадим, но он даже не разрешил дать одно представление, чтобы собрать имя лечение. И они собирались своими силами. Вы сейчас говорите, что у нас есть страховка, и расисты получают лечение, и все нормально. Конкретно. Конкретно Ромис получает лечение по системе ФСС. Это уже когда они собирали, и когда они обращались к Иванову, моя фамилия была, я не умолкнула. Вообще сбор денег, даже когда слышится, что надо лекарства, деньги и так далее, это правило больше чек-то, если вы помошенничали. Нет, когда коллеги собирают, у нас так много. Еще раз, я вам говорю, как юристы, которые должны подписаться. Когда у врача начинают еще дальше. Еще раз, друзья мои, понимаете, мы строим правовое государство, либо на понятиях. С правовой точки зрения у вас есть право на бесплатную медицинскую помощь, на любую, на любой сложность. Причем даже за рубежом, когда наша система не справляется, представьте себе, у нас есть административный регламент направления пациента на лечение за рубеж, если наша система сказала, мы не можем. Административный регламент утвержден, приказанный на здравом. Поэтому вся помощь важна, быть оказана бесплатно. Поэтому, когда я вам начинаю что-то рассказывать, а вот это вот, может быть, мы сделаем лучше. А вот это, понимаете, это, как правило, все система зарабатывает деньги дополнительно, потому что она уже получила. Вы один раз налогами заплатили по ВМС за бесплатную помощь, а с вас хотят, потому что государство говорит, ну там какие-то виды, может быть, бесплатные, как можно вылечить дополнительный аппендицит, пневмонию, травму. Простой вопрос, как объяснить, что это за бред. Но на этом, поскольку государство держит общий тренд на рыночные какие-то механизмы, условия, вам начинают решить лапшу на уши. Поскольку пациент в этой ситуации абсолютно не защищен, у него болит, он не знает, что ему нужно вообще. Он является идеальной мишенью зарабатывания денег. И система просто зарабатывает. Поэтому вы, о чем я и говорю, хотите там вместе с вами эту методичку, о которой вы говорите, в нашей частности, в этом компоненте. Но у нас есть сайты, которые этому посвящены. Там все тоже есть. Давайте мы сделаем для вас специально какие-то акценты сделаем. Но еще раз, если мы строим правовое государство, пользуйтесь своим правом, учитесь этому. И имейте профсоюзы, которые этим будут заниматься. Потому что понятно, что девочка, когда упала, кто-то должен был за нее прийти и все это, что я сейчас говорю, сказать. Понимаете? И вам пришел реабилитолог, говорит, да, в принципе, все бесплатно, там 600 тысяч даже платят. Ну, есть там, у нас пасть оплатная. У меня диссонат сразу. Да, я ему тоже сижу, позовольте, как это? Объясните мне это. Вот. Он говорит, для вас рассказал, все бесплатно. Пользуйтесь. Обычно это происходит немножко по-другому. Когда человек приходит, госпитализируется, и это я хочу у вас спросить сейчас еще два вопроса у меня. Госпитализирует его, потом говорят, по нашему лиманику, у вас 4 дня вот на эту палату, там, в реанимации, столько там в общей палате, поэтому, даже всегда человек чувствует, что он еще не готов. И вот тут он переходит в платную плоскость. И... Вот здесь классический пример, как раз, как раз, как раз лапши. На самом деле, 4 дня, или там 7 дней, сколько там не было, это средняя величина расчетной величины и помощь нахождения в больнице. А на право вообще лекарь на медицинской ситуации никакого отношения не имеет. На какой год можете находиться, понимаете? Если нужно. Поэтому, поэтому вы пишите, просто напросто, если вам говорят, что ты больной, иди отсюда лечись платно или домой, вы просто пишите главному врачу заявление о том, что у вас больного стараются выписывать. Вы будете квалифицировать, это не оказание помощи больному. Помните, что это? Вот оно для таких случаев тоже работает. И, собственно говоря, там появляется реальная угроза того, что главный врач окажется у прокурора. Ему это надо? Ему это не надо. Он тоже говорит, ладно, слушай, все, я понял. Будем продолжать. Я вам просто что-то же скажу. Вот сейчас будут хоронить как бы вот актрису, певицу известную, да? И там как раз начало ее. И там как раз в момент она была в государстве, потом тут частная оказалась. Я из этого сделал вывод, что она уже была трупом, когда ее вкладку перевели, там еще на пусть двое пытались, потому что это значит, что врачи посчитали, что реанимация уже бессмысленна. Только в этом случае ее могли отпустить из государственных, в частности, понимаете, потому что ей закон позволяет их, к сожалению, отручать, если была конечная смерть, и реанимация не имеет перспективу. Поэтому этот механизм работы, просто его надо знать и надо умреть им пользоваться. Хорошо. Еще один вопрос. Это вот касательно вопроса. Значит, реанимация, что главного врача не имеет. Это для акционара, не для главного врача. И за этот промежуток времени он должен поставить пациента на ноги, показать ему качественную медицинскую помощь и отпустить здорового. Если он за это время не справляется, это его проблема, и не справляется, Александр Владимирович говорит, что «Ребят, вы чего? Я плохо себя чувствую. Вы обязаны меня лечить дальше. Какая плата инфицирования?» Спасибо. И вопрос вот этот, потому что, наверное, не только у меня возник, вот сейчас, после выступления, Виталия Викторовича. То есть, у нас есть ОМС и ФСС. Что это? Давайте разберемся, что и что. Значит, ОМС это обязательное медицинское страхование, которое вы платите, мы платим взносы на вашу, не с вашей заработной платой в 13%, а на вашу заработную плату. Значит, из этих денег существует вся базовая программа государственных гарантий бесплатной медицинской помощи. То есть, вы за нее на самом деле за это платите. Значит, ФСС занимается всем, что связано с социальной и медицинской реабилитацией уже на этапе инвалидности и все, что с этим, и там еще ПФР, кстати говоря, пенсионный фонд, он занимается вопросами инвалидности. Вот, поэтому, вот чисто медицина с точки зрения именно медицинской помощи, это дела ОМС, страховых компаний, бюджетного финансирования, кстати, психотехнологичной медицинской помощи, которой иногда, к сожалению, вам нужна, это вообще бюджет, а не ОМС, это отдельно, но это все равно часть базовой программы госгарантий, есть два сегмента, страховой и чисто бюджетный. Вот, но это все единая базовая программа государственных гарантий, которая утверждается на три года постановления правительства, вот, и там практически вся медицинская помощь оказывается согласна и бесплатной. Вот, поэтому, давайте... что означает? Что означает все артисты Росгосцирка, я у вас, не случайно спрашиваю, застрахованы по линии ФСС, это какая-то дополнительная реформа государственного страхования, это тут все, 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 работодатель обязан... Часть, да, часть, там уплачивается в общей сложности 30, по-моему, 2%, часть из них идет в УМС, часть в УФР, а часть в УСС, поэтому не только сотрудники Росфорсцирка, вообще все граждане работающие, они там уже страны. официально оформлены. Это все, у вас есть... К сожалению, наша демократия, которая была фармирована в бассейне, она не попала под эту программу, потому что она пришла... Конкретный случай, надо всегда заниматься конкретно, они готовы к службе документов в юризмах, тебе будет... Нет, она просто действительно не работала, она не влудрана была. А, это вопрос. Тогда там, ну, подождите, вы не знаете, что она не застрахована? Страховку за них покрывает субъект федерации. Там тоже все не так просто? То есть даже не работающие люди, потому что деятельности не... Конкретно они все равно за них платят субъект федерации. То есть по ФСС мы можем сделать выбор, что застрахованы мы все. Или нет? Все. Все россияне. Конечно, конечно. Значит, мы не выделяем тогда, что особо... Если там есть какие-то... Понимаете, когда я говорю об обязательной страховке работников цирка, я все-таки имею в виду отдельную страховку, которая будет возмещать, позволять другое качество жизни. Понимаете? Не то, которое инвалид упал в порядке и все, да? И там то, что государство... поскольку риск повышен, и здесь нельзя говорить об обычных семьях, да? Это должно быть, мне кажется, обязательной страховкой дополнительной к тем существующим, о которых вы говорите. Поэтому ФСС, когда просто, когда вы говорите, что сотрудники застрахованы ФСС, это ничего особенного, это все люди там застрахованы. Может сложиться ощущение, что это такое? Застраховывая коллеги, значит, я хотел, чтобы получить дополнительные защищенные листья, они называются добровольные страхования. Страхование членов мы сейчас находим. То есть все рисковые отрасли, где есть риск получить страх, с родовым договором предусматривается вот эта полученная страховка. Она предусматривает либо личную либо динамичную утилизацию зависит от полученной травмы. Все страховые компании являются варилии с подвижной своей тарифой. Поэтому здесь вам стоит подумать именно вот с подвижной страховкой. Потому что человек получил мобильность, он обращается в фонд, пишет заявление, его проводят, обследуют, что-то даже дальше человек будет приобретать заключение и направляют конкретные реализационные учреждения на определенный срок. И направляют конкретные сроки. Ситуация такая, просто маленькая строчка в трудовом кодексе. Ситуация такая, страховка или это строго на усмотрение генерального директора. Любого предприятия. Она происходит на усмотрение генерального директора. Любого предприятия. Нет, понимаете, мы с ним о чем говорим. Я думаю, что вам нужно решать этот вопрос как раз на уровне нормативно-правового акта, а не договора. То есть, чтобы обязательство было публично обязательство. Вот эти банки являются наш коррективный договор. Нет, это не нормативно-правовое обязательное цифровое новое правительство. Сейчас занимается министерство труда, пишет новые правила, которые мы ждем. Активнее долбить? Вот мы уже активно ждем вот целый. А не все активнее. Я скажу точку времени на этот момент насчет процесса выяснений, что мы на самом деле даже тех, кто собрали здесь, а тут даже против активной, да, мы такие малоградные, непросвещенные ни юридические, ни медицинские страны, не знаем своих прав и обязанностей, и, видимо, нам придется делать какие-то семинары, потому что нам нужно обладать этими знаниями, пониманием этих прав, потому что вот который раз уже слышал артист сломался манежа, артист разбился и остался выброшенный на берег, никто не знает, как помочь. Вот где-то сейчас дам. А сходи у нас юристов присутствует, глупыми Алексей Владимировичем. Удачи. Да, оба. Так, мы эту слову... Я считаю, что нужно на сайте сделать специальный раздел по управлению вопросов, и там разместить и там есть видео уже информация и соответственно материалы для ваших коллег, собственно говоря, которые поставят им новую методологию, пусть на сопростание документов, у нас даже все это есть, можно все это просто дать, все разместить и все. Хорошо, я предлагаю на этой замечательной новой системе вашего перерыва, чтобы отвечать и потом перейти к вопросам пенсионного обеспечения. Спасибо. Продолжение следует... Продолжение следует...